по ремонте skoda octavia tour 2007 года это дизель двигатель 1.9 tdi агр ремонт будет состоять в чем смотрите он более менее чистый везде кроме вот здесь в этом месте пропускает прокладка вакуумного насоса значит что я хочу поставить на нормальный герметик то есть я откручу тандемный насос и поставлю на нормальный герметик герметик буду использовать пермабонд а 136 почему пермабонд ну во первых это крутая фирма во вторых ну как бы одна из крутых во вторых это анаэробный герметик значит что это значит это значит что он в чем преимущество это значит что он застынет только в том месте где он попал в зазор между двумя металлами специально взял два металла и вот если вы обратите внимание значит вот это вот место пятно контакта на но там где она вышла из зоны контакта он так и не застыл тут оно такое твердое даже не как резина а больше но он разный по действию вот допустим вот этот а 136 здесь написано что не более 0 5 миллиметров зазор должен быть между двумя металлами они разные поэтому подбирайте там по по номерам какой вам подходит у меня здесь плотное соединение это у меня это подойдет мне это подойдет здесь вот между двумя алюминиевыми корпусами будет с алюминием он застывает немножко дольше по инструкции чем составе но все равно застынет но только там где есть контакт где он попадает зазор там где он вышел за пределы просто выдавилась он так и не застынет почему это хорошо это хорошо потому что когда вы будете прижимать какая-то часть выйдет наружу ну и тут она не так важно вы его можете смыть он не застынет и это как бы эстетически но это ерунда а вот когда он часть когда вы будете прижимать он часть продавится внутрь и там застынет и потом его чем-то потом отломается и пойдет по системе масляной хорошо хорошо если он там где-то ну в любом случае он на сеточке останется забьет сеточку ну вот эту приемную в масляный насос которая в картере ну или где-нибудь зависнет ну то есть а тут он точно видите он так и не застынет он так и не застынет и не причинит никакого вреда то есть и по по твердости вот он не такой как на как резина знаете я как сложно объяснить какой он наверное он ближе знаете по плотности к полиэтилену такому типа типа пластика мягкого пластика еще не пластик но уже точно не резина такая что-то твердое поэтому из-за этого в чем преимущество из-за этого он не даст усадку он твердый вот резиновый если вы зажали резина потом все равно может дать усадку и начнется плеветь как вот здесь а этот твердый в прямом смысле твердый усадку не даст если хотите будет ссылка на этот а 136 в описании там видео сначала я хочу просто немножко промыть чтобы при разборке потом ничего вовнутрь не попало по откручивание тут можно в двух местах торцевыми ну а внизу только торцевой ключ не влазит вниз и так что же дальше отщелкну отодвину я я привык подстраховываться и прокладку ставить дополнительно еще на герметик объясню почему потому что таким образом герметик он вклеивается резинка просто придавливается и она со временем усыхает со временем теряет эластичность окрежешь он вклеивается он прямо насмерть приклеивается с одной стороны тоненьким слоем она все выдавится тоненьким лишь бы было оно лишнее тут зазора практически не будет он вдавится и сверху предварительно я обезжирил можете там любым растворителем я советом это сделал я часто пользуюсь там 646 647 но тут у меня под рукой оказался именно сальвент я использовался тоже неплохой все нам намазываю тонким слоем прикладываю и все весь ремонт как я уже говорил очень хорошо что все лишнее точно не засорит систему и это мне нравится в таком анаэробном герметике в этой фильме есть большой спектр там много чего и у меня на канале некоторые видео с использованием химитом клей для стекла например и закручиваем собственно и все сразу чтобы попасть я и не юзать туда-сюда я направляющие два болта чуть-чуть направил чуть-чуть направил что важно что он застывает там в течение какого-то времени оставьте на сутки полное застывание вот и все видео весь ремонт мира вам